Здравствуйте, Владимир Александрович. Добрый день. Мы с вами на Казани-Арене. Расскажите, насколько газон, стадион готов к чемпионату мира по футболу. Несмотря на достаточно большой слой критики, вы видите, что газон в замечательном состоянии. Можно констатировать, что практически на 95-97% стадион Казани-Арена готов к принятию чемпионата мира по футболу. Остались небольшие нюансы. Вы видите, наверное, мы чуть-чуть расширяем медиатрибуну. В силу того, что достаточно большое количество средств массовой информации приедет, большой ажиотаж. Билеты еще остались на казанский матч, и следует ли надеяться на перекупщика? Вы знаете, я уверен, что надеяться лучше ни на кого, потому что билеты были дешевые, но их уже нет. Остались, по-моему, какая-то категория на достаточно дорогих билетах. Как лучше болельщикам и студентам будет, если вы переживаете, что будете перекупать? На самом деле будет работать формат последней мили. Если так образно говорить, то это радиус 800 метров до стадиона. Лучше добираться, если личный транспорт, то у нас будут перехватывающие парковки. Либо будет работать общественный транспорт в рамках существующей транспортной схемы. Чуть-чуть видоизмененной, чтобы максимально близко подъехать к стадиону. В городе людей не застопорится, когда команды выходят из гостиниц на стадион? Это старый-старый стереотип. Ничего не застопорится. В общем-то, город сегодня очень комфортный, расшитый, с огромным количеством транспортных хабов и развязок. И все те меры, которые мы сегодня реализуем, направлены только на обеспечение безопасности и нормального проведения матча Чемпионата мира по футболу. То есть беспорядков не стоит опасаться, как в Марселе были? Мы не Марсель, во-первых. Во-вторых, есть опыт. Будет усиленная работа нарядов полиции. Будут на территории стадиона работать стюарды. Вы знаете, что система фан-айди минимизирует любые риски прохода и проноса на стадион каких-либо запрещающихся предметов. Это практически невозможно сделать. В футболисте любви можно быть чемпионатом? Конечно, увидим обязательно в составе сборной страны. Вы знаете, что приглашают нескольких наших ребят. В зависимости от того, насколько они будут функционально готовы, я думаю, что они сыграют за сборную страны. Ну, надеемся, по крайней мере. Ну, Азмун, я надеюсь, будет играть за сборную Ирана. Какое вероятное, что увидят звезд на улице после казанцев, что они будут идти где-то попавлено? Ну, это достаточно сложно объективно, потому что в основном это спортсмены, и у них есть четкий режим. И вы знаете, у них совершенно такие базовые условия для проживания, для тренировок. Они будут жить на базе. Если захотят прогуляться, ну, я думаю, что захотят. Это вполне возможно. Но все-таки вот в преддверии матча они будут, наверное, готовиться и будут в четком таком спортивном режиме. Что еще хотите добавить, рассказать, пожелать? Ну, пожелать хочу всем. Просто получать удовольствие, ничего не бояться, забыть эти ненужные стереотипы, что будет сложно. Наоборот, всем, у кого есть желание найти время, возможность, может быть, взять отпуск и просто погулять, насладиться и почувствовать этот праздник. Спасибо вам. Интересно, спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»